В современной Ульяновской области Чуваши — одна из основных этнических групп региона. В самом Ульяновске Чуваши проживают не так много, но зато они тесно общаются друг с другом. Важной объединяющей их силой стал Чувашский культурный центр «Нимэ». В начале 2022 года ему исполнится 4 года. Правление общественной организации возглавил Герман Мадюков. Сейчас в Чувашский культурный центр входит примерно 90 человек, в том числе молодёжь. Учредили вот этот культурный центр именно с целью сохранения языка, культуры, традиций. Именно чтобы это сохранить, передать следующим поколениям то, что нам наши отцы, деды передали по наследству. Основу центра составляет вокальный коллектив «Сарнай». Собственно, создание центра началось с него. Он появился немного раньше. Ансамбль официально образовался в марте 2014 года. Но мы начали работать вообще-то в январе 2014 года. У нас собралось там 7 мужчин. Потом мы прошли как бы испытание, испытательный экзамен в центре, там, в Чувашском центре. Мы понравились. И потом уже нас утвердили официально как коллектив при Чувашском центре. Через некоторое время к мужскому коллективу присоединился женский состав. «Всегда я хотела своим любимым делом заниматься. И начала ходить в ансамбль «Сарнай». В глубокой молодости я закончила культ просвет училища». Чтобы попеть ансамблем на Чувашском языке, Мария Журавлёва и Вера Игнатьева едут из одного конца города в другой, пересекая Волгу, поскольку центр Немы находится в Левом бережье. «Очень любим участвовать на этих мероприятиях, потому что свой народ, свой язык. Нам не хочется, чтобы он терялся. Своих детей, внуков стараемся учить этому языку, чтобы дальше продолжалось это всё. И поэтому они у нас на сценах выступают, на разных мероприятиях». Для семьи Черновых, Василисы Васильевны, Николая Михайловича, центр Немы стал местом, где они отдыхают и занимаются любимым делом, общим для двоих. «Мы всегда вместе, занимаемся очень много спортом. Очень хотелось вот такой, как центр наш, где-то участвовать, приходить, радоваться. И нам очень интересно, что у нас такой красивый, необычный коллектив. Все люди такие трудолюбивые». Совсем недавно ансамблю было присвоено звание «Народный». Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Андреевич Коваленко. Он же аккомпанирует ансамблю. Костюмы и головные уборы участницы коллектива поражают своей яркостью и красотой. Их заказывали специально у мастеров Чувашской Республики. Но на одной из участниц ансамбля старинный костюм, которому уже более ста лет. При этом он выглядит так, как будто его сшили вчера. Цвет ткани и вышивки по-прежнему сочный. А украшают его настоящие серебряные монеты с изображением императрицы Екатерины. Они обрамляют ворот и далее спускаются в два ряда по спине. Их общий вес составляет несколько килограмм. Да, этот костюм передавался мне от бабушки. Бабушка 1880 года рождения была она. В Осиарова, Агриппина. Была. Деревня Држановский район, Татарстан, село Ново-Ильмова. В сундуке нашла, вот решила одеть. Знакомство с новыми работами чувашских писателей – одно из направлений работы центра. Презентации книг здесь не редкость. Многие из них пополнили богатую библиотеку центра. Ее созданием занимается Дмитрий Кузьмин. Перед вами библиотека по чувашской тематике, в основном на русском языке. Она собиралась в течение не одного десятилетия. Здесь около тысячи различных книг разных жанров. Как отметил еще один член правления аниме Владимир Ярохин, в их организации все демократично. Делают все сообща, и каждый вносит в коллектив что-то свое. Собственно, и само название коллектива «Ниме» в переводе с чувашского означает «коллективная помощь». Раньше, если деревня, ну не только у чуваш было, и у русских, других наций, сообща делали. Правильно же? Кто-то богат, кто-то бедный был. Богатые помогали бедным. Поэтому каждый что-то приносит. К примеру, все своими руками. Так Дмитрий Кузьмин собирает не только библиотеку, но он сделал огромный стенд с героями-чувашами, которые защищали нашу родину от захватчиков и трудились на благо нашей земли. А Елена Урисметова, тоже член правления общества, принесла в немые полотенца с вышитыми национальными орнаментами и кружевами и украсила стену, где висит портрет Ивана Яковлевича Яковлева, педагога, создателя современного чувашского алфавита и учебников для чувашей. К слову сказать, барельеф Яковлева есть и на другой стене, когда-то подаренный чувашскому культурному центру. Чуваши помнят и чтят все заслуги своего просветителя, который открыл им дорогу к знаниям, но при этом помог сохранить их родной язык.